Субтитры делал DimaTorzok 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 Конечно, больше субтитров Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok usable DimaTorzok Понял. Но она сама не играет, ты не пробовала ее научить? Ну, я ей что-то показывал, чтобы она вообще знала, что это за область и как там все происходит. Но она и там умеет что-то более-менее. Ну, если мы собираемся друзьями, она тоже играет там так что-то. Но, конечно, профессионально нет. Она работает и в общем... Ясно. Если ты следишь за Вариком, тебе вообще как кажется, сама сцена потихоньку так угасает? Или все-таки она держится на том же уровне, что и была? Ну, там вот в ЦТРЛ формат сменили, там много кто действительно ушел в покер. И там, ну и в России, если уж брать, там осталось только Хэппи. Ты как думаешь еще вот у нас в России, как бы, что все это теплится еще? Или уже типа там такого на соревновательном уровне высоком уже этого нет, как это было там несколько лет назад, там год, может три назад, 4К Дэдмонд там был? Ну, я могу сказать, что в России с игроками беда полная. Только Хэппи. Больше никто не претендует. Вот сейчас все игроки, вот Никерт, да, ездил, но я, конечно, не хочу ничего плохого про него сказать, но... Я был в Азии, если мы вместе, и он... Ну, в общем, он летал на ВЦГ, летал в этот Чианан на СВЦ. Ну, вообще, по идее, если ты летаешь выступать за страну вот на такие турниры, то ты должен быть лучше многих там, хорошо играть, выступать. А он проиграл какому-то непонятному плизу, короче, ну, кому и я, но я хотя бы не претендую на поездки, в общем. Потом, ну, проиграл Напсу 2.1. Ну, в общем, как-то все непонятно. Если ты уж защищаешь там честь страны на таких крупных турнирах, то готовься, а не проигрывать тому, кто вообще не играет. А эти ребята не играют тоже? Тоже, что ли, покеристы? Напс играет очень мало, но он так, он, наверное, Варкрафт за всю жизнь забивал раз в 30. Он говорил, все, я забиваю никакого Варкрафта, занимаюсь спортом, короче, бросаю курить, и так раз по 20 каждый раз. Но сейчас он всегда был такой сбитый парень, а сейчас превратился в кабана такого прям здорового. Он полгода занимается тренажеркой, ну, видимо, еще что-то жрет, но не говорит. Потому что он раздулся прям такой здоровый стал, вот. И, ну, соответственно, наверняка и играет тоже. Ну, сказал, что не тренится, но это в раке. Ну, я думаю, играет. Но все равно он не такими темпами, как Никер, не такие масштабы. Вот, поэтому, ну, и как бы, вот если так рассматривать, как два игрока, один тренился определенное количество времени, а другой в 5 раз больше. Ну, и как можно играть в 5 раз больше проигрывать? Тут ты, наверное, прав. Ну, а сама игра, вот, Варкрафт, она для тебя сейчас как-то изменилась. То есть, вот ты сказал, что ты, типа, понимал, что он делает, но ничего, ну, не мог как-то это законтрить. То есть, если бы вот ты продолжал сейчас играть в Алик, там, следить за, там, ставить демки, ну, ты говоришь, что сможешь, там, следить, анализировать, там, ты бы смог как-то вот в этом матче сыграть лучше и понять, что он там, что же происходит все-таки, как контрить это? Ну, я думаю, конечно, смог бы, но если бы я вот упорно тренировался, там, много времени, думаю, смог. Ну, вот сейчас я смотрю, вот, сколько я играю, сейчас, в принципе, немного, и вот как играют новые, вот, люди, типа, Кэша, вот, который появился. Так быстро все там что-то отводит, лечит, в общем, ну, все настолько быстро, даже вот мельчайшие эти действия. Я просто уже так не успеваю, у меня уже пальцы старые, в общем, пока там на поке уже, там, ну, скорости не нужно. Ладно, я на самом деле желаю тебе удачи, надеюсь, у тебя там все получится в жизни с девушкой, чтобы у тебя в Москве все круто сложилось, и надеюсь, что там на следующих турнирах вы будете, опять, собираться втроем тут и обсуждать там, не знаю, ну, потому что, действительно, я думаю, ты сам понимаешь, что, насколько это классно встретить старых друзей здесь и пообщаться, я думаю, что, в принципе, хорошие очень эмоции. Спасибо тебе еще раз. До свидания. Не за что, всем пока.